Детское радио представляет Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди. Пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете, храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание. Идем на снижение. Посадка. Ох, Радикс, решительно не понимаю, зачем сегодня на фабрику телепортироваться? Странный вопрос, Брам. Как обычно, расскажите слушателям, как земляне делают эту... О чем сегодня речь? О мебели, Радикс. Посмотрите, как создаются удобные кресла, стулья, диваны. Удобные? Полюбуйтесь картинками в их интернете в земном. Этими вещами невозможно пользоваться. Людям, конечно, как-то удается приспособить свое тело к этим штукам, но для нас, жителей планеты Азиры, они непригодны. Вот давайте спросим нашего научного консультанта, пусть нас рассудит. Давайте. Мудриция, вы тоже считаете, что на нашей планете не найдется применение для земной мебели? Действительно, люди много интересных штук наизобретали, но... А пусть наши межпланетные слушатели сами попробуют придумать, как можно эти вещи использовать. Того, кто придумает, для чего может пригодиться, скажем, вот эта штука, объявим победителем. Ну-ка, покажите мне фото. Доска и четыре столбика? Мудриция, мне кажется, вопрос очень уж трудный. Хм, я бы ни за что не догадался. Говорю же, наша мебель выглядит совсем иначе. Ладно, размещу это фото на межгалактическом сайте нашего канала. Интересно, догадается кто-нибудь с других планет, что это за штуковина? А нам пора начинать программу. Да, я телепортируюсь на мебельную фабрику. До связи, коллеги. Энциклопедия интересных вещей Привет, дорогие слушатели! В эфире энциклопедия интересных вещей у микрофона, как обычно, Радикс. Рядом наш бессменный научный консультант, главный землевед планеты Азира, уважаемая мудриция. Добрый день, друзья! Кроме того, скоро на связь выйдет специальный корреспондент Брам. Он, как всегда, находится в самой гуще событий, там, где создается мебель. Да-да, речь сегодня пойдет о ней. Но прежде чем начать рассказ о том, как земляне делают эти штуки, приглашаю всех межпланетных слушателей принять участие в нашей викторине. Счастливчик, ответивший на вопрос мудрицы, получит приз. Ответы присылайте по Галактика.нету во время эфира. Нужно всего лишь внимательно рассмотреть фото, размещенное на нашем канале, и сказать, что там изображено. Эта штука отличается от привычных нам азирийских предметов мебели. Простая конструкция. Деревянная прямоугольная площадка на четырех столбиках. Ждем ответов. И встречаем Брама. Наш специальный корреспондент выходит на связь. Здравствуйте, друзья! Я на мебельной фабрике. Просто удивительно. Здесь огромное количество цехов, где трудится много людей. Работает куча сложных машин. И все это для того, чтобы делать ужасно неудобные штуки. Впрочем, вы сейчас сами убедитесь. Любопытно. Что-то у вас там тихо. Станки работают бесшумно. Ну, в этом цехе никаких особенных аппаратов нет. Компьютеры только. Это конструкторский отдел. Здесь еще только придумывают мебель. Рисуют. Сначала рисуют. Стены комнаты увешаны множеством красочных картинок. На которых диваны, кресла, столы. Один неудобнее другого. Честно. Совершенно непонятно, куда девать в них третью руку, которая есть у всех жителей Азира. Людям-то ничего. У них конечностей меньше. Инженеры и конструкторы рисуют эти штуки, затем делают пробный образец. Сейчас, например, они, кажется, диван мастерят. Чудно. Диван – это чтобы лежать? Чего там особенно придумывать? О, я с вами не соглашусь, Радикс. Земляне очень любят диваны. Давно используют их. Выдумали множество моделей. Вы хотите сказать, диван – самая древняя мебель? Насколько мне известно, нет. При раскопках египетских захоронений были обнаружены табуреты. Ну, это чтобы сидеть. Без подлокотников и спинки. Очень простая конструкция. Вот. Это гораздо удобнее, чем все эти современные непонятные штуковины. Не забывайте, что люди пытались и в древности делать мебель удобной для себя. Например, старинный египетский табурет был одновременно ларцом с сундучком. Туда можно было что-то спрятать, как в ящик. А вот диваны появились только у древних римлян. В те далекие времена принято было пировать лежа. Пировать? То есть есть, пищу принимать? Ну да. Это, конечно, не особенно полезно. Но что поделать? И сегодня люди временами так поступают. Вот и римляне ставили вокруг накрытых столов диваны, вытесанные из мрамора или отлитые из бронзы. Лежанки были неровными. Один край приподнят, тот, что ближе к столу. Так удобнее лежать. Брам, слышите? Наблюдаете вы там, в конструкторском отделе на мебельной фабрике, бронзу, мрамор или что-то подобное? Пока ничего такого. Мне кажется, теперь другие материалы применяют. Я вижу дерево, затем что-то похожее на толстый картон, много разных тканей. Хм, может это потому, что здесь пробные образецы изготавливают? А потом уже, я не знаю, из мрамора будут? Отправлюсь дальше. В следующем цехе уже настоящие диваны делают. До связи. А я с радостью сообщаю, что уже пришел первый ответ на каверзный вопрос нашей викторины. Житель планеты Азира предположил, что эту штуку доску на четырех высоких столбиках используют во время сильного дождя. То есть сверху площадка защищает от воды, а столбики нужны, чтобы держаться за них. Ну, чтобы ветром не унесло. А другой слушатель считает, что один столбик запасной. У нас ведь всего три руки, трех ножек хватит, чтобы держаться. Должна сказать, ответы неверные. Хотя любопытные. Будем ждать других сообщений. Напомню вопрос. Что изображено на фотографии? Доска на четырех ножках. Как называется и для чего нужен этот предмет? Ждем ответов от наших межпланетных слушателей. По галактике нету. А у нас на связи вновь специальный корреспондент. Слушаем вас, Брам. Я уже в другом цехе мебельной фабрики. В цехе распила. Тут вырезают всякие детали. Как из детского конструктора. Из них потом диван соберут. Будьте осторожны, Брам. Как представлю себе, вы один. А кругом снуют люди с пилами в руках. О, тут совсем другие пилы. Неручные ножовки, которые есть у многих землян дома или на даче. Здесь пилы – это большущие станки, в которые засовывают доски, чтобы отрезать необходимые куски. Такая куча различных деталей, больших и маленьких, у них получается. А что там стучит? Из нарезанных частей тут же мастера собирают эти самые диваны. Что-то склеивают при помощи специального клеевого пистолета. Что-то гвоздиками скрепляют. Прямо с потолка на большущих пружинах свисают всякие инструменты, которыми пользуются рабочие. Очень удобно. Все под рукой. Вперед мастер какую-то штуку, которая там рядом у него болтается. И что-то там просверлил, прикрутил. Получаются забавные конструкции со спинками, подлокотниками, даже столиками приделанными. Кроме того, внутри многих диванов ящики сделаны. Вот это я скажу удобно. Я вот туда запросто поместился. Здесь уютно. Можно даже... Брам! Брам, вы слышите меня? Радикс, мне кажется, Брам попал в ящик для постельного белья. Действительно, внутри диванов такие бывают. Ящик легко открыть. Правда, только снаружи. Находясь внутри, сделать это непросто. Мудрица, надо срочно спасать Брама. Я немедленно телепортируюсь на мебельную фабрику. До свидания, друзья! Удачи! Радикс! Ах, земляне, какие изобретатели! Когда-то давно, на Востоке, знатные люди целые дни проводили, лежа на диванах. Те лежанки были низкими. Никаких ящиков, куда можно было что-то положить. Не было у них даже ножек. Просто толстый мягкий матрас на полу. А вот в Европе несколько веков назад стали придумывать очень забавные конструкции, на которых лежать, да иногда и сидеть было бы не особенно удобно. Эти диванчики напоминали несколько составленных вместе стульев, причем разного размера. Мало того, что эта конструкция могла стоять на восьми ножках, она, к тому же, имела несколько спинок. Сидеть можно было только на самом краешке такого устройства. Причем, учитывая, что дамы в те времена носили широкие юбки на каркасах, сохранять красивую позу было нелегко. Что бы ни говорил Брам, современная мебель гораздо удобнее. Кстати, надо узнать, удалось ли Радиксу освободить нашего корреспондента из ящика. Сейчас я его вызову. Радикс, вы слышите меня? Да-да, я давно уже на мебельной фабрике. Собранные диваны, в одном из которых томится в заточении наш специальный корреспондент, везут в следующий цех. Надеюсь, скоро я отыщу Брама. Скажите, мудрица, а как там наша викторина? Есть сообщения от слушателей? Сейчас проверю почту. Да, пришли еще ответы. Например, житель астероида БУ-468 пишет, что доска на четырех столбиках – это сломанный ящик. Ну да, если отломать все стенки, оставив только каркас, действительно получится что-то подобное. Но пока это неверный ответ. Надеюсь, мне тут не придется ящики ломать, чтобы Брама вытащить? Нет-нет, мебельные ящики должны открываться легко. Не зря же столько конструкторов трудятся, чтобы сделать мебель удобной. Как раз все люди сейчас куда-то ушли. Столько тут диванов. Интересно, в котором сидит Брам? Хороший вопрос для очередной викторины. А ну-ка. Знаете, я когда готовился к передаче, видел картинки в интернете. Люди не только сидят и лежат на диванах, иногда прыгают на них. В самом деле вы ничего не путаете? Может, вы имеете в виду батут? Нет-нет, именно диван. Странно. Мне кажется, это небезопасно. Все-таки мебель не для этого предназначена. Кроме того, в квартире землянина много всяких предметов, о которые можно стукнуться, прыгая. Можно вывихнуть ноги, руки. Ну, не знаю. Я видел, люди скакали, все нормально было. Кроме того, тут фабрика, не квартира. Ничего такого рядом нет. Попробую. На видео выглядело весело. И... Ай! Что? Что? Что случилось? Больно как! Он жесткий, этот диван. Деревянный. Как на таком прыгать? Я себе весь бок отбил. Так не прыгайте больше. Да уж, конечно. Очень, очень твердый диван. А я на него с размаху. Ох, никогда больше прыгать на диване. Как людям вообще в голову пришло? Если вы не прыгаете больше, что это стучит? Это, кажется, брам. Он как раз тут, в ящике этого дивана. Выбирайтесь, дружище. Радикс, вы здесь? Ох, спасибо. Кто бы мог подумать, что человеческая мебель так опасна? Я был вынужден прийти к вам на помощь. Тогда продолжим вместе нашу экскурсию по мебельной фабрике. Энциклопедия интересных вещей. Давайте в следующий цех заглянем. Смотрите, какая забавная надпись на двери. Заготовки ППУ. ППУ? Это еще что? Уважаемая мудрица, можете дать нам какие-нибудь разъяснения? Что за ППУ такое? Ах, друзья! ППУ – это сокращенно пенополиуретан. Этот удивительный материал делают из нефти. Смотрите, Радикс, это белая, мягкая, пористая штука. Толстые огромные листы и пластинки потоньше. Да-да, это и есть пенополиуретан ППУ. Нам, мазерянам, как и жителям других планет, не имеющих богатых запасов полезных ископаемых, остается только порадоваться за землям. У них есть компания «Газпром», добывающая ценнейшая нефть и природный газ. Ведь именно благодаря пенополиуретану, созданному из нефти, для мебели можно делать такие мягкие прослойки. Да-да, видите, Радикс? Мастера обклеивают жесткие диваны кусками этого удивительного мягкого поролона. А в том дальнем углу… Идемте скорее, пока там никого нет. Подушки толстые сложены, маленькие матрасики. Ю-ху! Не прыгайте, Брам! Они мягкие! Попробуйте! Так вы помнете их? Испортите чего доброго? А, этот чудесный материал легко восстанавливает свою форму. Но бывают и другие матрасы. С металлическими пружинами внутри тоже удобные. Ну нет, я прыгать не буду. И на пружинном бы не советовал. Вдруг пружина выскочит? Да как? Прыгать на диванах и кроватях опасно. Даже когда мебель мягкая. Ничего не стоит повредить конечность, попав ногой случайно между подушками. Или еще как-то. И не только человек может пострадать, но и сам диван. От прыжков он может сломаться. Вот именно. Брам, хватит. Пора двигаться дальше. Хотя… Подождите. Радикс, вы что? Зачем вы взяли клеевой пистолет? Хотите устроить поединок? Немедленно положите эту штуковину. А вот и не угадали. Никаких поединков. Ну-ка, побрызгайте мне скафандр на спине. Зачем? Так надо. И шлем сверху обмазки. Давайте, давайте. Вот, спасибо, коллега. А теперь берем этот мягкий материал. Ха-ха. Вот так-то. Представьте, мудрица. Радикс обклеил свой скафандр кусками пенополиуретана. Теперь он похож на снеговика. Но зато теперь я на чем хочешь прыгать могу. Видали? И мне хоть бы к ним. Антиударный скафандр получился. Друзья мои, давайте к делу. Что, диваны готовы? Нет пока. Наверное, с ними будут делать еще что-нибудь. Я, пожалуй, пойду туда, Радикс. Там наверняка что-то интересное происходит. А я тогда загляну в этот цех. И после к вам присоединюсь, коллега. Ага, что тут? Снова пилят какие-то доски. Ничего мягкого я тут не наблюдаю. Просто деревянные части скрепляют между собою, покрывают... Ой, лаком. Все ясно. Это будущие шкафы, полки, столы. Кстати, я чуть не забыл о нашей викторине. Мудрица, нет ли еще сообщений от наших межпланетных слушателей? Не догадался ли кто-нибудь, для чего нужен предмет, изображенный на картинке? Доска и четыре ножки. В очередной раз убеждаюсь, что мебель землян сильно отличается от привычных нам предметов. Никто пока так и не смог догадаться, что же за штука на фото. А между тем объявляю правильный ответ. Это обеденный стол. Ну, тогда, может быть, назовете автора самого оригинального предположения? В таком случае, думаю, приз стоит вручить жителю планеты Руана, который целый чертеж прислал. Наш слушатель считает, что нужно перевернуть конструкцию. Чтобы столбики вверх торчали? Именно. И на каждой ножке закрепить жужжащий пропеллер. Наш слушатель считает, что это устройство можно использовать как отпугиватель бушарок и цвирюлей. А что? Всем известно, как эти мелкие животные вредят посевам вукусямбы. Действительно, превосходная мысль. Этот ответ заслуживает приза. А это поездка на звезду Альфа Центавра для всей семьи на три года. Ах, счастливчик. Желаю приятного путешествия. А мне тоже пора в путь. Наш специальный корреспондент Брам уже наверняка там, где диваны на мебельной фабрике становятся красивыми. Пора к нему присоединиться. Да, да, друзья. Каких только диванов не существует сегодня. Некоторые даже в книгу рекордов занесены. Самый длинный, к примеру. Длина этого гиганта равняется целому километру. Две с половиной тысячи человек могут на нем отдохнуть. Представляете? Он однажды был установлен в городе Саратове, прямо вдоль набережной Волги. Мило, правда? Сидишь, любуешься видами реки. Я тоже тут любуюсь. На мебельной фабрике? Любуетесь диванами, Радикс? Ха, пока нашим специальным корреспондентом Брамом. Только не надо завидовать. Не поняла. Ну, что вам сказать, мудрица. Тут все как в доме высокой моды. Сначала из ярких мягких тканей вырезают детали. Причем делают это специальными ножами. Острое колесико едет по тряпочке и отрезает кусочек любой формы. Я научился таким пользоваться, как раз пока рабочие на перерыв ушли. Удобный ножичек электрический. А потом детали сшивают и получается одежда для диванов. И не только. Брам себе такой костюмчик соорудил. Загляденье. Тепло, красиво. Чудо, что такое? Нет, ну а что? Снаружи у меня костюм яркий. Да уж. Цветочки класс. В глазах рябит. Тут еще машина стоит, которая сначала ткань просвечивает. Можно посмотреть, нет ли дырок, прочная ли. Да-да, да-да, я проверил. Прочная, красивая материя. Я к ней пришил изнутри тонкий слой чего-то мягкого. Очень удобно. Тепло и не ушибешься. Конечно, чтобы диванная обивка получилась прочной, красивой, используют специальные швейные машины. Вот, в следующей комнате. Слышите? Сидят швеи, которые соединяют детали. Которые оказались в пору нашему специальному корреспонденту Браму. Этот капюшон просто шедевр. Дайте я сфотографирую вас. Сами-то, Радикс, обмотались этой белой штукой. Думаете, красиво? Кстати, не мешало бы нам в следующий цех заглянуть. Что там? Написана сборка. Заглянем. Какая-то широкая доска на полу. Не вставайте на нее, Радикс! Ой, она поднимается. Это стол специальный. На него диван закатывают, поднимают, и мастера натягивают все эти разноцветные тряпичные чехлы и закрепляют. О, так может, я тоже приоденусь? На меня какой-нибудь чехол натянут. Ткань будут закреплять скобами, которые выстреливают из специального мебельного степлера. Дейнджер, дейнджер. А-а-а, бежим отсюда! Куда? Туда? Написано, отдел контроля. Никого нет. Прячемся тут. Никаких диванов. Зато смотрите, кресло на одной ноге, а внизу колесики. Супер! Я сяду отдышусь. И покатаюсь. Ну, пока никого нет. Почему подлокотников только два? Неудобная земная мебель. Не едет. К ножке какую-то штуку присоединили. Ой, Радикс, какая-то лампочка на стене загорелась. И эта штуковина, прикрепленная к вашему креслу. А-а-а, оно начинает крутиться. Остановите его. Я не знаю как. Видимо, кресло так на прочность испытывают. Радикс, держитесь. Оно замедляется. Надо же, прочное какое. Не развалилось. Ну, старина, вставайте скорее. Сейчас люди придут. Да-а-а, идем отсюда. Не туда. Не туда. Там диваны на прочность испытывают. Вы же не хотите, чтобы кто-то по вам скакал или прессом давил? Нет, не хочу. Друзья, нам пора заканчивать передачу и телепортироваться отсюда с мебельной фабрики подальше. Согласен. С вами сегодня были Радикс. Брам. И Мудриция. До новых встреч. Энциклопедия интересных вещей. Эх, наконец-то мы в нашем родном космолете. Дружище Радикс, вы как? Подумайте, какая мебель у землян прочная, Брам. Еле выдержал. А диваном и креслом все нипочем. Ух, мне надо после этого хорошо отдохнуть. После такой программы я бы тоже не отказался немного на Альфе Центавре расслабиться, как призер нашей викторины. Хотите, одолжу вам для поездки свой новый костюм. Из диванной ткани? Чтобы я стал посмешищем галактики в этих слониках и цветочках? Брам, Радикс не хотел вас обидеть. Честно, ваш наряд очень мил. Вы хороши, как... Как диван. Правда? Вы меня утешаете, а сами согласились бы его надеть, Мудриция? Пожалуй, да. Мне как раз нужно... Выступать на ученом совете? Так надевайте скорее. Вот, вы красавица. Правда, Радикс? Мудриция, вы супермодель. Прекрасный костюм. То, что нужно. До скорой встречи. Удачи на ученом совете. Уверен, что... Феноменально. Работает. Зачем Мудриция полезла наверх космолета? Птицы повадились садиться на антенны, поэтому связь барахлит. Мудриция голову сломала, как их прогнать. Вот, решение найдено. Это... это... это оно что? В моем шикарном костюме ворон пугает? Брам, ваш костюм просто находка. Вы гордиться должны. Вы модельер-изобретатель. Такой же находчивый, как люди. Даже лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова